До 18 апреля собственники многоквартирных домов на общем собрании должны определиться, где будут копить деньги на капремонт здания. Кто будет следить за ходом ремонта и какова роль управляющих компаний на эти и другие вопросы, нам ответит директор управляющих компаний Альтернатива Надежда Ускова. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, управляющие компании участвовали в составлении программы капитальных ремонтов домов. И как решалась судьба отдельных домов? Ну, о судьбе я вам не могу пока сказать, потому что когда мы составляли, мы просто заносили характеристики все по домам, когда делался капитальный ремонт, если он был, то есть все показатели заносили. А вот когда посмотрели программу, то, конечно, удивились по некоторым домам, которые должны были идти на капитальный ремонт хотя бы в первые пятилетки или шестилетки, они почему-то попали в вторую, третью. Ну, у нас есть время до сентября месяца вызвать комиссию и пересмотреть, может быть, какие-то параметры или, может быть, программа где-то дала сбой. Поэтому, ну, все управляющие компании как бы добросовестно все эти показатели заполнили. Но результат немножечко получился не тот, который мы ожидали. Но он может измениться, ведь вы сказали? Я думаю, что должно измениться. Есть 604-е постановление Тюменской областной думы, где, в общем-то, очень четко все расписано. И вроде бы и критерии правильно определены, и все, но где-то вот здесь маленькая недоработочка, где-то что-то не сработало. От проведения капитальных ремонтов роль управляющей компанией какая? Вот сейчас. Ну, за все компании, может быть, не буду говорить, буду за свое говорить, что я буду участвовать в этом проекте как контролер, если это региональный оператор. Я не оставлю собственников один на один с подрядчиками. И, естественно, я буду активно принимать участие в приемке домов после капитального ремонта. Потому что подрядчики уходят, деньги истрачены, а мы остаемся один на один с собственниками. Но, естественно, здесь два главных контролера. Это собственник и управляющая компания. Но это ваше желание, либо это ваши обязанности отследить? Вообще-то нас как-то немножечко подвинули управляющие компании с капитальным ремонтом. Но это уже как бы дело самой управляющей компании, как себя вести. Если мы болеем за своих собственников и хотим, чтобы было все хорошо, естественно, мы будем принимать активное участие. То есть после того, как жители, я так понимаю, определятся с выбором, где хранить деньги, управляющая компания будет следить? Естественно, мы будем, все мы делаем вместе с собственниками. На каждом доме есть либо правление ТСЖ, ЖСК, или есть совет дома. Есть неравнодушные люди, которые, в общем-то, очень хорошие нам помощники. И мы вместе с ними будем все это проверять, контролировать, сверять. И доводить до сведения через информационные доски или стенды до собственников. То есть это мы сейчас говорим про случаи, если они хранят деньги на спецсчете, да? Неважно, где будут храниться деньги, на спецсчете или у оригинального оператора. Но здесь главное одно, чтобы активно участвовали в этой программе сами собственники. И от финансирования это тоже очень многое зависит. И если финансирование на спецсчете, это добросовестно платить взносы, не задерживая. И то же самое у оригинального оператора. То есть здесь, ну, где-то есть активные дома, где-то есть пассивные. Поэтому, может быть, так вот. Конечно, я думаю, что активные дома все выберут спецсчет. А кто будет следить за фондом и документацией, за всеми работами? Ну, если выбирается спецсчет домом, то, естественно, идет, опять же, уполномоченный от дома, который доверяют собственники, и управляющая компания открывает счет именно на этот дом. Естественно, все работы будет вести управляющая компания, но с помощью собственников. То есть они не будут отстранены от этого и будут активно принимать участие. Вот программа рассчитана, насколько нам известно, на 30 лет. И, к примеру, мой дом на 2027 год вот выпало, будет проводиться там капремонт. А если крыша раньше у меня проломилась? Дело в том, что, опять же, мы возвращаемся к 604-му постановлению Тюменской областной думы. Там все четко, все прописано. И раньше капитальный ремонт можно проводить, но если у вас все подкреплено финансами. Пожалуйста. Ну, вообще, в судьбе своего дома жильцы играют какую роль? Вот, допустим, дом в плохом состоянии. Например, комиссия сказала, что только в 2025 году его будут ремонтировать. Жильцы могут как-то посодействовать этому? Жильцы, конечно, могут посодействовать. Главное финансы. Естественно, все идет от финансирования. Если вы примете обязательное 7,50, то, естественно, вы можете сидеть и ждать, сложа руки. А если вы примете, допустим, побольше, принимает, собирать, естественно, у вас денег будет больше. И вы можете раньше, там все вот эти вот случаи, все прописаны в этом шестом. Нет, ну смотрите, а если дом-то в плохом состоянии, а денег нет, то в этом случае как? А деньги надо собирать в любом случае. То есть денег нет, будет плохой дом. Капитальный ремонт – это только прерогатива собственников. Даже управляющая компания не может начать капитальный ремонт, если нет согласия собственников не только о финансировании, а вообще о проведении капитального ремонта на доме. Потому что мы законодательно никак не можем сами выйти с инициативы. Потому что инициатива плюс финансы. И если вы, живя в доме, если бы вы жили в своем доме, вы бы все это делали потихонечку, не вкладывая. А многотвартирный дом – это тоже ваш дом, и его в него нужно вкладывать постоянно. Ну, одним словом, на управляющую компанию надейся. А сам не плашай. Спасибо большое за беседу. И все понятно, как всегда. И хорошего вам дня мы желаем. Спасибо вам. До свидания. До свидания.